Очень-очень приятно, всем смеется. Завершающим номером нашей насыщенной программы будет, на мой взгляд, очень замечательный Эйцпром. Человека, который будет сейчас выступать, знаю уже не первый год. И большое спасибо, что мы знакомы. Я очень рада этому знакомству. И эта презентация вообще у нас была запланирована за два дня до нее. Мы решили все-таки сделать ее на русском стенде. Представляю нашу гостью Милина Панаотович, преподаватель кафедры, доцент кафедры словистики в университете Новый Сад. Замечательный переводчик, который переводил много наших замечательных авторов. Марину Стеклову, Евгениса. И сегодня мы представляем книгу ее о Леониде Андрееве и переводы пьес. Правильно? Добрый день, дороги гости. Слободно нам се придружите. А данас... Данас имамо, эво, имамо на српский перевод, но потом будете по русски, присоединяйтесь на каком языке вам больше нравится. Милина Панаотович, профессор кафедры словистики в университете у Новом Саду. А колегница ми је, сјајна је, преводилеца, преводителеца, ваљда. Како год, ја се не ће буђти. Не, не, не сам ни ја сигурна. А, свакако, превела је много познатих русских автора, Марију Стјепнову, Гениса и друге. И то, у моје имети, хвала што српска публика има прилику да јих чита. А данас представљамо и још оригиналнији рад. Ово пута ниси била преводителјка, већ авторка. Јел тако? Да, ја би, најпре, да раде, ја би да се захвалим за вају могученост. Се ћесно будите, да? Сјесно. Да, хвала што сте ме позвали и... Али мораш овако да ге дешиш. Поближе, тако, не може дистантно. Јако. Спасиба за приглашение, може да на дујском ће је бискаће. И за вас музна што ја зде с вами, у таком пријатне атмосфери. Јаће, хвала што сте ме позвали и што имам прилику да будемо овде са вамо, овако пријатно атмосфери. Инаће, Мелина, ми овде имамо генерално технологију. Ја питам да л неко ме треба превод на српски, па ако неко ме не треба, ја не сметам. Оно као што је било и прошли пут. Међутим, ја ли је може да те би комотније да говориш на српском? Комотније ће би бити на српском. Океј, ајде онда ти на српском, ја на руском. Да не буду безмислено мотрије. Отеја сам само да се захвали на руском овако као за почетак, пред некој што кремемо да разговарам о овако. Немој да помераш микрофон, мораш да говориш о нега овако. Значи ово ти је радна раздалина. Потомо што кога ти делаш овак, ми нићего не слышам. Јасно. Мастерклас! А разговор с Мелиной будет вести јеще один, можна сказати, хазајен нашого стенда. Литературни критик, литературни активист и човјек с самым красивым рюкзаком на все Белградске је јељжнародне јармарке Дмитриј Гајсен. А разговор с Мелином ће водити и книжевни критичар, и книжевни любителј и особа са најлепшим ранцем на целом сајму, Дмитрије Гасин. А я, Викторија Мартиновичу, приводи. Најзады. Може само настави на зорбском хоплога те молим. Мы договорились, Мелина будет говорить по-сербски, чтобы я наносила пользу людям. Хорошо, хорошо. Давайте я начну. Я начну приносить пользу людям. Значит, Мелина, очень приятно познакомиться. Я буду задавать очень такие общие вопросы о книге, потому что я не читаю по-сербски. И мне важно понять, что представляет собой книга, в будущем, конечно, ориентируясь на её русский перевод. Мене јако драго да се упознано, а ја ћу да поставлюм јако уопште на питања, потому что, нажалост, не читам на србском языку, па нисам би у прилици да прочитам, меѓутим, наравно, да се сви уздамо у превод на русский язык. Кстати, я переводчик. Вот, кстати, да, да, да. Переводчик, переводчик. Воспользуемся, да, я перевожу с русского на русский, в основном. Перевод пьес Леонида Андреева на сербски – это само по себе прекрасное событие. Но ещё очень важно, что для вас значат эти пьесы. Леонида Андреев писал, умер в 1919 году. И с начала 900-х, по-моему, с 1904-го, если не ошибаюсь, он весь этот завершающий период жизни писал пьесу. Самых разных жанрах – от комедии, тот, кто получает пощечина, до мистической трагедии, да, мистического действия – это голод. И он, в последние 15 годы, начался от 1904-го, он писал исключительно драмы, исключительно драмские тексты, у всех возможных жанров, начался от комедии, до мистической трагедии, до мистической трагедии – голод. Правда, в комедии у него тоже в конце все умирают. Но это всё равно разные жанры. Но смешно. Значит, это нам сейчас смешно. У публики, кстати, пьеса имела успех, как написано в Википедии. О Леониде Андрееве я могу сказать, что это очень сложный случай. С одной стороны, он классик, а с другой стороны, мне очень важно, какие именно пьесы вас интересовали, как вы видите место театра Леонида Андреева, ну, как совокупность пьес театра такого-то автора, да, в вообще драматургии начала века, потому что в эти годы работал Чехов, в эти годы у нас происходило много событий звёздной величины, да, в театре. Вот, и Станиславский, Элимирович Данченко, и всё это происходило в первой четверти XX века. Вот, где здесь Леонид Андреев, и чему посвящена именно ваша работа, которая сопровождается переводену пьесу. И Леонид Андреев, это пособная поява, поява сам за себе и не сумниво да је ушо на список классичных автора. С другой стороны, он је писао у прилично звездану дого, да кажемо, он је радио исто времено с Чеховим, с Немировичем Данченко, са много, много, много имена које су оставило велики драгу позоришту. КАКО ВИ ВИ ВИДИТЕ, МОРЕЧЕМО, УОПСТЕНО, СТВАРАЛАВСТВО Андреева, И КАКО ВАМ СЕ ЧИНИ НЕГОВО ПОЗОРИШТЕ, ЕР УВЕК КАЖМО ДА ЈЕДОН АУТОР ДРАМСКИХ ТЕКСТОВИ ИМА НЕКО СВОЕ ПОЗОРИШТЕ, ЕЛЬ ТАКО? Да, ја морам да кажем да је Андреев, автор два романа, писао је много, био је једно време, као приповедач, познат ли и исто подел, неко као Чехови годики. А я должна начать с того, што помимо пьеса, Андреев написал два романа, и в своё време он был очень известным писателем, не менее известным, чем Чехова Горьки. Що се тића драма, ја сам увек премо драме имала неку посебну любов, а кога сам открила Леонида Андреева, заинтересовала ме найвише негово рану стваралоштво. А што касао драматичских текстов, т.е. пьеса, јех всегда любила какой-то особенной любовью, а кога открыла для себя Андрееву, его раннее творчество, бува для мене максимально любопутна. С едно стране, о ньому се найманјо писало, о синдраме «Товеков живот», мислим, да се друга не суми вспоминяли. А с одной стране, о нём очень мало писали, и, кажется, нису вспоминяли и овде, мислиш. Од нас, да. А в Сербии мало писали, и, кажется, ну, упоминалась је и пари не только одна пьеса «Жизнь человека», и нови је стварала, што Собачи Вальц, Плаћи Вальцер, после гемијач у Београду. Значи, некои нови комади су играни у Београду, а ли баш то рано стварала што, от 1905. до 1910. је остало у Сенци. И более поздне работа тоже в Београде ставили потом, а вот этот период ранјего драматургического творчества от 1905. до 1910. је прошло как не замечено. И зато сам я изобрала, тоест, почела сам да проучала вам те драме. А зашто превод? Па схватила сам, да сам до своје оминјене драме, које ми било прво најтешо, прво мило најнеоминје. Драма Океан, која се овде налази. И я начала так переводить, с тем, что у меня есть его любимое произведение, но я начала с самого нелюбимого. Здесь оно есть. Океан. Океан. Или да, моје океан. Океан. Есть такое океан? Да, да, есть. Я правильно на русском скажу? Да, да, на русском. Океан. И оно сам, у ствари, превела, да би себе објаснала, да би я лапше разумела драмски текст, и да би, ово, и пусть сам родила анализу со студентима, да би мене било јаснје, зато сам, у ствари, почела да преводила. А я вообще начала переводити, для того, чтобы мне само было проще понимати драматични тексты, чтобы мне было проще разбирати с студентами за така работа, которую я начала делати просто для себе. И в овој книгу су ушли три драма, то су цари царлад, океан и... И још једна. А цари царј город, океан и чорне маске. Те драме нису уопшто, овој, преведене доста, овој, преведене по превод на славски јзик. А все цари драма раньше на сербску не переводились, это перви перевод. И нису биле игране, поставлене, то говорим за то, што су, векима, неке друге драма студенти су радили одломке, па су на основу, на неким другим драмама су вежбали, испечнали су за него. И их не ставили, то есть даже и какие-то, может быть, непереведенные отрывки других пьес, клиенты брали, ставили, тренировались на них. А вот эти три текста, это три текста, которые на сербску раньше не звучали и в сербску театр не попадали. Что там ещё за вопрос был? Ну вот, например, о царе Гоуде, это тоже очень известный случай, тоже даже в Википедии можете прочитать, по крайней мере, Горького. Значит, эта пьеса вызвала резкое неприятие критиков. У нас Чуковский, если не ошибаюсь, писал, что её надо ставить в цирке Ченезелли, что её должны играть клоуны, что она совершенно не годится для театра. Это... Погоди секунду, мне сейчас... Мне сейчас нужна помощь. Скажи по словам буквально, как по-русски эта пьеса называется? Царь Гоуд. Царь Гоуд. Царь Гоуд. А в сербском это цариц Гоуд, потому что нам глад женского рода. Такое. Это очень тонкая история, который был в первом периоде. Могу ли я объясню? Я имела дилему. И в моем первом переводе у них был царь Гоуд. С по-русски гладом. У них было царь Гоуд. Код Андреева су все эти ликои кои представляю substансу Бога, судбину, некого, кое утичу на людский живот мужского рода. И я сам инсистирала прво, да буде царь Гоуд. А затем, о том, о том, о том, о другом делу книги. Има один маленький предковар, который объяснила мои изборы, зашто царь Гоуд. И еще немного меняла. Это как переводилец, который будет что-то корректнее, что ближе язык у оригинала. Морала сам да отступим, а потом о том, о том, о том, о том, о том, Хмельина сама сначала переводила как царь Гоуд, и там все образы Андреевские, где он описывает жизнь, судьбу и так далее, такие мужские образы. И все-таки пришла к тому, что, несмотря на ее переводческое стремление всегда быть как можно ближе, аккуратнее к тексту, что называется, будет царить Гоуд. А если кто-то хочет знать, почему, то в небольшом предисловии от авторки написано, читайте. И... У меня только один вопрос. Слово Гоуд, оно по-сербски мужского или женского рода? Женского рода? Женского рода? Женского рода? Женского рода. Да, да, да. Тогда все понятно, да, вполне. Да. 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 и для него было прилично контраверно скважено, и, рецима, талии стигорки, ге говорио, да је то одна драма за игранье у циркусу, да кловнови требају да играю ЧУКОВСКИ СТЕРОРИСТА КОЙ ПОДМЕТНУЛ БОМБУ В ЦЕРКВИ, ТО НЕ ПОСТАВИЛИ А НАТЕМА РЕЦИМО ИСТО А НАТЕМА ТОЖЕ ОКЕАН НИ КАД НИ ИГРАН, НИ КАД НИ ПОСТАВАН, КОЛЬКО МЕНИ ПОЗНАЛ ОКЕАН НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ НА ПОДМОСТ НЕ ПОПАЛ И ЦРНЕ МАСКИ, РЕЦИМО, ИСПО ЗРАМА КОЙ С ОВДЕР НАЛАЗИ, ОНА Е ИСТО ИЗАЗВАЛА КОНТРАДИКТОВНА МИШЛЕНЯ И НА КРАЮ Е БРАЗО СКИНУТА С РЕПЕРТОАРА И ЧОРНЕ МАСКИ, КАТОРАЕ В СОВТКИ ДА ПОСТАВИЛИ, НО ТОЖЕ УЗБУ ОКИ ПРОТИВОРИЧИВИ РЕАКЦИИ И ВОТОГИ С РЕПЕРТОАРА И ОПУСТАЛА СНЯДЕ ОЛОДА Я ИМАМ ЕДНО ЛИЧНО ПИТАНЬЕ ЗАПРАВО С ОБЗИРОМ КОЛИКО ПРЕВОДИШ И КОЛИКО СВОБОДНО ЧИТАШ НА РУСКОМ И ДА ТИ Е БИО ДОСТУПАН ЦЕО ФОНТ ЗА РУССКИ КНИЖЕВНОСТИ, ДРАМИ И ТАКО ДАЛЯ ЗА НАЛИЗУ КАДА СИ ИЗАБРАЛА ПАШУ О ОНДРЕЄВУ ДА ПИШЕШ, ДАЛИ Е ТО НЕГОГО БУНТОВНИШТВО И НЕКО ОНО НЕУКЛАПАНЬЕ У ПРЕДВИДЖЕНУ ФОРМУ, ДАЛИ Е ТО БИО ЕДНО ОД РАЗЛОГА, ДАЛИ Е ТО БИЛО НЕШТО ПОСЕБНО СИМПАТИЧНО? Я спрашиваю, поскольку Мелина прекрасно читает по-русски, она переводит, ей по-настоящему доступен весь фонд русскоязычной литературы, бери и анализируй. Бывали, когда она выбрала для своей книги, для такой глубокой работы, выбор именно Андреева связан с тем, что вот он такой бунтовщик или, скажем, неконформист, но вот никак он не влезал в ту форму, которая для него была предназначена. Було ли это чем-то особо симпатичным, что вот наша авторка захотела про него? Я бых, прву сам хотела сказать, не, а потом я просто подумала, может быть, посвестно на некий начин, да, код мене, мене се код нега најише свидела та негова тема, мисли, я сам я увек мислила, да будеш вредан, паметан, добар, да можеш све во живота, и да логика може све. И сам Андрееве почало да пише, скажем, и драмске текстове, и прозу, ове, припобитке, бил је убеджен да е мисел све. Я сначала хотела ответить, не, потом подумала, может быть, подсознательно все-таки да. В целом меня больше всего привлекла у него концепция мысли. И вот эта сама идея, что сте хороший, умный, добрый, трудолюбивый, то можна добиться всего, что все подвластна логике. И Андреев так же ведь писал, что по главе всего стоит мысль. Свидела ми се та динамика и како сам писец као да се преиспитуе. Можна сам все я тут пронашла, да се няке ставове кое имаш, пишучи, я преводячи, преиспитуеш и на краю краева и меняш. Но и он потом меняется, его герои сходят с ума, его мужские персонажи гордецы, которые все могут сами, его женские персонажи такие мягкие. Мне очень понравилось, что как будто бы он снова и снова обдумывает собственные установки и возможно и переосмысливает. Это то же самое, что делаю и я, как переводчик, когда перевожу. Я переосмысливаю свои взгляды и иногда приходу к тому, что да, действительно, надо передумать, поменять. И сад сам се сетила, еще наше, что нас я посвидела. У Драме Океан Андреев има куно прозы, Липских отступов, я не знаю, как это так условно назвала. С видением, если та смелость, да се мешают в жанрови, в стилови. При этом в Драме Океан у Андреева много прозы, я это назвала для себя лирическое отступление. Мне очень нравится, как смешиваются жанры. Та храбрость и смелость, да се опять унутри драмского текста истраживаются жанрови и стилови. И это его смелость и авторство, даже внутри заранее заданной формы драматургического текста, исследовать разные его направления и жанры. Я считаю, что он отличный стилист и отличный писатель, Срка Копот, что больше разрушу, негов роман «Сатанин» и «Невлики» истори, особенно тематики и лепо напиши, да могу сказать, что мне важнее. Так что, не только бунт, да резюмирам. Бунта има, то мне нравится, но и больше та смелость, истрашивание, и на краю святолепо упаковано в некий ненавротичный писатель, господи, не кажется. Поэтому нет, бунт, конечно, симпатичный, и, несомненно, в каком-то количестве он там присутствует, но Андреев действительно очень хороший писатель. Его роман «Ос дневник Сатаны», помимо какого-то смыслового наполнения, он просто написан хорошим языком, для меня это тоже очень важно. И вот эта смелость исследовать, переосмыслять, при этом он, ну если немножко упростить, он ненавротичный писатель. А саткадси прерывало, у меня еще один вопрос, и я продолжу переводить, я клянусь. Ну мне как местный вопрос. Задавай, 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 конечно. А саткад си прерывало ова три помада, дали случайно знаш, директно или индиректно, если не кто от наших драматурга, позадишних редчителя, веще заинтересовало. Теперь, когда эти писатели переведены на серпский, я спрашиваю Мелине, может быть она прям официально, ну или неофициально знает, не потену ли к ним ручонки, какво они бит наш театральный режиссер? Ну вот, великолепные вопросы задаешь, предвосхитиво мой, есть ли вообще театральное будущее у этих пьес? Или это все-таки история литературы уже? Ведь еще Чехов издевался над символическим театром, над символизмом, да? Львови арвои, люди львови арвои куратматки, да? И все такое. А да ли ти мислиш да, иначе, ова дела имају праву позорищну будућност, или ће је и попостати на книжарном полју? Пошто, чак и ако читамо, галиба Чехова, већ се и он изживљавао над символичним позорищем, оно нјеково лавови, птици и тако далје, и ја нема шанса да цитирам тај монолог, али знаш о чему се раде? Я сам убедђена да ће ова драма тег да заживе, защото одлићни текстови, и некако се наше време је врло погодни за постављање таквих шокантних драма, које траже пуна гађман, креативност, и потпуно ново осмишљавање поставке текста, вописаме. Я уверена, что эти пьесы могут и должны быть поставлены больше того, что именно сейчас для них крайне подходящее время, эпоху, где и шокирующий сюжет, но и требование переосмыслить все, чтобы такой текст превратить в театр, они очень своевременно и современно. Глади вас на многих пластук, баш галеба, студенти с вами причали. Я смотрела постановки, как навчайки, студенти рассказывали 7 часов. И не сам ого рекла, како негативно, но о чем кажем, да данешне позавиш, да све више экспериментиш со разними мелијима и со разними формами. При этом, в отличие от переводчице Виктории, я эти 7 часов не говорила, что это что-то плохое. Тут важная информация в переводе может многое сделать. Но я хочу сказать, что современный театр очень активно экспериментирует с медиами, с пространством, с временем. И мне кажется, что именно эти новые, ранее не существовавшие контакты, которые сейчас есть в искусстве, помогут этим песам за жить на сцене. Я думаю, что и не только та новизна, которую найдет театр в пьесах Андреева, но и его пауза, тоже очень актуальна именно сейчас. Мы бы это назвали религиозно-философскими исканиями. Это житие Василия Февейского, красный смех, такие вот вещи, которые до сих пор производят огромное впечатление. Да, это религиозно, как говорится, религиозно мисице, это одна тенденция, Андреев е как разнородан, плодан, и мне са баш видят, то су твои мои забележки, с ове, так, роза, то баш статейна мисли, некий психологский приступ, и не бих, то не мог вообще только религиозно мистикать. Нет, вот эти религиозно-философские искания это только один аспект всего, что он делает. Гораздо мне важнее и больше на себя обращает внимание именно такой мысленный анализ. Он ведь очень разнообразен, как писатель. И сад сам засветила есть одни приповедки у возу поезда. А у него, например, есть распаз поезда. Да, и мне это гениевна притча, одбас сам засветила свих своих изданий о режии и замислила сам некий фильм, мисим, я, кое, поглуден, у створи, за экранизацию, за постапу, за сцене и музы. И на моем взгляд, это абсолютно гениальный рассказ, и когда я его читала, я пыталась прям вспомнить все, что я знаю про режиссуру, то есть мне кажется, что для съемки фильма это идеально подходящее произведение. Окей, прочитаю. У вас есть об этом в предисловии в статье в книге разнообразие идей у Леонида Андреева и о том, что они значат сейчас в нашей книге? А так и у предковору вам не говорите о том, како су негове идеи различите и колико су актуалны у нашей данашнице. Да, можем да кажем, что сау книга состои из два дела. Први есть рецепция. Да, здесь две части книги. Первая это восприятие. Восприятие. И први дело има свой предковор, который управо говорит о той разнообразности и тенденция. И там как раз говорится о разнообразии, о тенденциях. Како су го савременници прихватали или не прихватали? Как треба воспринимали или не воспринимали современники? У закручку то првог дела пишем о неговом рецепции код нас, то есть како су наше публика от 905-е, когда я написал прву драму, 904-те, заправо, до 2008-те. и как его восприняла в последней части этого первого предисловия, как его с 904-го до 2008-го воспринимала наша публика. Да, я сам базировала на драмском и створила, что либо вовремя и заключение первого дела говорит генерал, но не говорит, что на самом драмском. То есть, хотя я здесь концентрировалась именно на драматургии, но и во вступлении и в заключении я говорю о его творчестве вообще. Зато, что я читала и его публицистику, и прозу, и... Потому что я читала и его прозу, и его публицистику. Ну, мисля, живанья, участвовала на... То есть, что я проучала с... Исследования, ну, то есть, я правда прям изучила. А други деу книги посвечен приводима, и ти приводи опять имају свой предговор. А вторая часть книги, это переводы, и переводом тоже есть предисловие. Тај предговор је најпре обовештение о драмама, да ли су игранен у Руси. Прежде всего там речи о самих пјесах, ставили ли их в Росији. А затем пишем о недоумицама преводиоце, тако самих янас. а затем я пишу о само тринуток головоломках для переводчиках. Это какой-нибудь пример. А той пример? да ли царицаград или царглац? от царгловато? А тоа, је царицаград или царицаггловао? да, 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 да. Тамо су, ясам исцакле конкретне проплемы, с коим сега се се опставляла, нихе четири, и той предговор јако şатак сажет и било конкретна. А тоа била моло цић да се тиће конкретно тих текста, а не да говорим вопшто. Я там описала ровно четыре такие сложности, с которыми я столкнулась, это предисловие, оно очень короткое, четкое, конкретное. Мне хотелось привязать его непосредственно к этим текстам, а не вообще. Такое, да, овои, аку будем я уже проводила, проводить, чем не он и домрева, овои, некий следующий предковод, если можно добавить и никаким другим недомницам, если или когда я еще буду переводить Андреева, возможно, срочислю еще какие-то головоломки. И еще вопрос, без него нельзя обойтись, поскольку это научная работа, какие-нибудь источники вы можете выделить? Например, ваш любимый исследователь Андреева, но имеется в виду русскоязычный, скорее всего, да, вот, монография. Я знаю, что там есть библиография, но у каждого есть библиография, а есть то, что ближе к сиропсу. Да, окей, схватила за питание, не имею комедно, да приведем, Айде, кое би омилене от ових излора? Кои ти е любимец от предходника? Можем да вам признам, да, да, сом заборавила, омилене я женская особа, сад, что буду нахать. Я забыла прекрасной исследовательницей, я не могу вспомнить, как ее зовут, сделаю вид. Она я завтра увидела, знаете, обин субстанционално позоришься, кое-что маньяка следила. Она была, это, термин, субстанционални театр, который мне ужасно понравился. Я не вспомнился. Э, сад, чтобы вас двое мучить, потому что и Дмитрий же знает о коме говоришь. Да, нет, я не вспомнился, я не вспомнился. Печенкина, Александра Печенкина. Александра Печенкина. Она је млада и колко ми је познато перестали да се баги Андреевом, последнее время. Она млада, едно, сколько я знаю, последнее время, она перестала снимать с Андреевом. А то, что она писала о том раном неговом театру и како влада терминима и како је повезуе у контекста, в общем, у Турску ствагала, что то на мене остало на највеће? Но то как она писала, то что она писала о творчестве, то как она владеет терминологии действительно оставило на меня очень большое впечатление. Сви остали автори, морам да вам кажу искренне, су ме сподстракли, али нисам никого превзела, то есть, сваку би могла нађу неку замерку. А все остальные автори, несомненно, были полезны и они были для меня и стимулом, чтобы писать, но к каждому из них я могла би придратися. Сваке је ишли в неку свою крајност, и ако сам у почетку та Тавина била одушевлена, опять неговим формулацијама. Кажда из них входил в какую-то свою крајност, хотя начинали с очень хороших, восхищающих меня формулировок. И мне ужасно не понравилось, что все пытались Андреева запихнуть на какую-нибудь полку или упаковать в отдельную коробочку. Тако да у ствари да, само печенкину могу да издвоим. И в этом смуще тоже пла печенкина. Нема руске. С каријовским все-таки печенкина. Највероватно и на русском ће бити печенкина. Ни немаро да значи. Мада се и њени ставају и могу под питање ставити под сумју, али има нешто креативно, иновативно и отворено. Она га не ставила на полицу, нега само дала... Хотя, конечно, и ёё точку зрения можно ставить под вопрос. Но она подошлась действительно креативно, инновационно и не пыталась... Господи, сейчас очень хочется пошути. В общем, не пыталась поставить его на конкретную полку. Ну или выяснить шиба Андреев Шредингера или мёртв. Ну да. В общем, ситуация понятна. И хочется, во-первых, порадоваться за Леонида Андреева. Во-вторых, вообще сказать, что эта презентация в программе российского национального стенда очень логична. Потому что выставка сербская переполнена великолепными изданиями русской классики. Многотомные собрания сочинений. Булгаков, Гоголь, Достоевский, Толстой. Всех не перечислили. Огромное количество переводов стихов. Отдельные издания. И всё это не может не радовать русскоязычного читателя. Отдельные издания. Отдельные. Отдельные издания. Отдельные издания. Отдельные издания. Спасибо всем, кто нас слушал. Будем читать, переводить и обзаимообогащать нашу литературу. Спасибо, Елена, большое.